Добрый день, уважаемые коллеги, посетители, читатели, зрители ресурса Retail.ru. Мы снова в программе «Диалоги о ритейле» и сегодня наш гость Алексей Вайсберг, управляющий проектом E5, интернет-магазин компании X5. Спасибо, что пришли, очень рад вас видеть в нашей студии. Скромный, но, соответственно, хотели бы поговорить именно о вашем проекте, о проекте E5, о его перспективах, о буднях, ну и о том, как он работает. Расскажите пару слов о том, что сегодня из себя представляет проект E5. На сегодняшний день «Стол заказов» E5.ru, мы называем проект именно так, мы ушли от термина интернет-магазин, наш проект называется «Стол заказов». Мы считаем, что для той аудитории, на которую мы ориентируемся, в первую очередь, такое название более близко. На сегодняшний день, я должен сказать, что проект существует 8 месяцев. Фактически, для первого клиента мы были открыты 1 февраля текущего года. За это время мы прошли путь, о котором с гордостью вспоминаем, о котором с гордостью говорим о том, что наша компания за 8 месяцев прошла путь, для которого многим требуются годы. И если говорить о ключевых маркерных точках, о сегодняшних достижениях, ну, наверное, надо отметить определенную узнаваемость проекта, то есть посещаемость проекта составляет уже более 150 тысяч посетителей в сутки. В общем-то, очевидно, что для огромного розничного ритейлера, имеющего более 3000 точек присутствия на европейской части Российской Федерации, основным клиентом розничной сети, то есть та лояльная клиентская база, с которой X5 Retail Group работает уже сегодня, является какой-то совершенно среднестатистический человек. Те самые люди, которых можно называть населением. Ну, не знаю, вопрос, потому что у X5 немало магазинов, один из крупнейших ритейлеров страны, им зачем интернет-проект? Какой бы ни была развернутая сеть, розничная сеть нашей компании, 3000 магазинов, 10 тысяч магазинов, в любом случае розничный оффлайновый магазин имеет определенное ассортиментное ограничение. Всем абсолютно понятно. По размеру площади. Конечно, размер площади, размер полки и прочее, прочее, прочее. В то время как интернет-проект таких ограничений вообще говоря лишен. Естественно, открывая интернет-площадку на базе крупного оффлайнового игрока, возникает естественный вопрос возможных вариантов синергии. Можно использовать ассортимент, который продается в розничной сети, но в нашем случае подавляющая доля ассортимента это продукты питания, и продавать продукты через интернет. Второй вариант синергии, это синергия не товарная, а логистическая, когда мы используем вот эти вот самые точки присутствия розничных сетей, и с их помощью распространяем через удаленный способ, дистанционный способ заказа товара, распространяем какие-то более другие товары, то, что называется интернет-сейл-продукты, товары, которые комфортно продавать дистанционным путем. Собственно, это был первый вопрос, на который мы пытались ответить, и выбор естественным образом привел нас к второму варианту. Поскольку основная задача, которая стояла и стоит сейчас перед проектом, это создать масштабируемый, крупный и, самое важное, рентабельный, по-хорошему прибыльный интернет-проект. Для целевого клиента населения? Можно и так сказать. Для нас, в первую очередь, интересен потребитель, который пользуется услугами наших розничных магазинов, и при этом для каких-то причин пользуется доступом на интернет, находит какие-то поводы, что-то для себя интересное в сети. Петр, я думаю, что вы гораздо лучше, чем я, владеете точными статистическими данными на сегодняшний день по поводу того, какая доля населения Российской Федерации является пользователями сети. Ну, я думаю, да, данные такие же, как у всех, по проекту 60 миллионов человек. Отлично. А какая доля из них покупает онлайн? Какая доля из них покупает онлайн, Алексей? Я бы очень осторожно назвал бы цифру в пределах 15%. Некоторые называют вообще еще меньше, за 5%. Абсолютно, с вами соглашусь. То есть, вообще говоря, мы имеем 60 миллионов людей по стране, которые пользуются сетью, при этом какая-то огромная доля является клиентами X5 Retail Group. Возможно, вы пользуетесь какими-то другими продуктовыми сетями, но тем не менее, вы точно знаете. Все пользуются магазинами, которые стоят возле дома. Когда я живу в Москве, то есть, я покупаю магазины X5, потому что они ближе у меня ко всего там шаговой доступности. Справа пятерочка, слева перекресток, справа опять пятерочка. Абсолютно верно. То есть, вы регулярно посещаете эти магазины. Так вот, таких людей, которые посещают розничные магазины наших сетей, по оценкам X5 Retail Group, их количество составляет порядка 30 миллионов человек. Мы говорим только про европейскую часть Российской Федерации. В общем-то, если осторожно предположить, что как минимум половина из них являются пользователями сетей интернет, и вот эти самые 10% от них покупают товары онлайн, в общем-то, вот это и есть наша целевая аудитория. Люди, которые являются лояльными клиентами наших розничных сетей, но при этом пока по какой-то причине не покупают онлайн. Мы не думаем, что конкуренция на небольшой части, так назовем, продвинутой аудитории, людей, которые уже переместились из разряда интернет-пользователей в разряд интернет-покупателей, что конкуренция на этом поле является высоко перспективной. Поскольку есть огромная неохваченная часть пользователей сети, которые в силу тех или иных факторов не покупают товары с инстанционным. Судя понимает, что когда смотрел в интернете исследования, то эти люди, которые покупают товары в роде сети X5, и в других сетях тоже, являются пользователем интернета, интернета, и даже при этом они являются покупателем интернет-магазинов. И даже в этих условиях большая часть потребностей этих людей не удовлетворена ни услугами, ни продуктами, которые подаются в интернете. Есть такое ощущение? Знаете, не готов с вами согласиться. Барьеры, которые ограждают покупателя под покупки онлайн, они в целом понятны. Какие? Ну, это может быть недоверие к продавцу. И это один из барьеров, который мы снимаем своим проектом, который разрушается, ну, просто самим фактом существования нашего существования. Потому что одно дело не доверять какому-то интернет-магазину, у которого в лучшем случае присутствует номер мобильного телефона для связи. Другое дело вопрос доверия магазину, у которого более трех тысяч точек присутствует по стране. Их тоже есть номер телефона. И есть и номер телефона, и адрес, и, в общем-то, ну, X5 очень открытая компания, вы это прекрасно знаете. Есть определенный барьер, связанный с вопросом гарантии качества. товара, да, с невозможностью возврата товара. Вопрос, касающийся необходимости передавать в какой-то интернет-магазин свои персональные данные. Вот, собственно, мы считаем, что наш проект, он здорово все эти вопросы снимает. И более того, на самом деле, довольно часто приходится слышать вопросы, касающиеся некоторого недоумения профессионалов от интернета, людей, которые давно в этом бизнесе, которым наш ресурс не очень понятен. Говорят, ребята, почему у вас такой необычный дизайн? Очень много минимализма. Так, ответ, он здесь же, да, поскольку мы в первую очередь работаем на, ну, не самую продвинутую аудиторию, на людей, которые в интернете пока еще не привыкли делать покупки. Мы пытаемся упрощать, а не буквально все. Упростить поиск товара, упростить заказ этого товара. Попробуйте мне назвать хотя бы один интернет-ресурс, на котором заказ можно сделать буквально в один клик, так же, как у нас. Ну, я не знаю таких. Я вот специально сидел в ходе, ну, там, серфил по интернету, именно по интернет-магазинам, делал разные покупки. Скажу, чем закончилось. Я сел в машину и поехал, хоть и купил в магазине. Потому что ближайшая доставка, там, через, ну, в общем, через какое-то время, когда я уже не захочу этого товара. Да, и вот, соответственно, там, я купил там несколько, там, и из бытовой техники, и я поехал в ближайший магазин, ну, гипермаркет-бытовой техники и покупал это все там. Хотя изначально желание возникло из, ну, просмотра и тренд-магазина. Петр, вам на самом деле, если уж мы заговорили о бытовой технике, это действительно та товарная категория, где скорость доставки является критичной? Потому что для нас уже было важно. Ну, я не думаю, что это показательно для... Ну, в целом, конечно, и пылесосы, и, там, бытовые, на кухонной компании могут подождать 4-5 дней. Абсолютно верно. То есть, уж если, что-то продукты нет. Мы же и не говорим про продукты, не правда ли? Скорость доставки является конкурентным преимуществом, само собой. С одной стороны. С другой стороны, если все-таки мы говорим про непродовольственные товары, для человека, который делает выбор магазинов, которым он хочет осуществить свою покупку, наверное, скорость доставки – это высокий приоритет, но не номер один. Ну, при этом, если от магазинов книжных, да? Ну, там, мы их все знаем, не буду называть, чтобы не портить репутацию. Вот, но при этом я от них отказался в принципе. У меня есть их карта клиентская. Есть, там, большая скидка на услуги этого магазина. Я им не пользуюсь в принципе, потому что доставка книги, там, 20 дней, вот меня точно не устраивает. Я за будущим эту книгу покупал, когда она придет. То есть, вот, ну, когда уровень логистики или бедные сроки доставки не слишком большие, то тут это уже большое препятствие. Хотя книги покупаю в интернете очень много и на большие суммы. Я правильно понимаю, что в вашем вопросе есть некоторые доли упрека. Нет, пока нет. Варьируемых Е5. Здесь тоже есть что-то лицо. Я у нас ничего не покупал, пока, поэтому упрека не может быть. Поэтому я спрашиваю, сроки доставки, как вы с этим работаете? Потому что понятно, что на будущее, я думаю, это касается всех интернет-магазинов, понятно, что при покупке, например, лестницы в дом или там пылесоса нет срочности, когда вам нужно купить там воды. Но при этом, чем быстрее компания будет привозить, тем более она будет желанна с точки зрения покупать. Да, безусловно. То есть, хочешь нажать кнопку, оплатил, и товар появился на кухне? Или вот тут прямо у зверей? Да, в принципе, нет ничего невозможного. Знаете, у нас минимальный мне известный срок доставки товара это 3 часа после оформленного заката. Ну, круто. Я не скажу, что это сервис, который в настоящий момент декларируется как база, но, к сожалению, пока нет. Но, тем не менее, невозможного нет ничего. Но к этому стремитесь. Отвечу на ваш вопрос, как мы работаем со сроками доставки. Одним буквальным словом. В первую очередь, мы работаем со сроками доставки честно. Для проекта e5.ru ключевым в части декларирования сроков доставки является не попытка заманить клиента коротким сроком. Объявить доставку на следующий день и потом 50 или какому-то еще количеству процентов клиентов рассказывать, почему мы не успели. Ссылаться на то, что нас подвели логисты, поставщики, пробки в Москве. Абсолютно верно. Вместо этого на сегодняшний день e5 декларирует срок доставки, который выполнится гарантированно. То есть мы обещаем то, что мы сможем выполнить за запасом. Часто бывают задержки, когда логисты выдвели? Они бывают. Я не могу сказать, что часто. Вы знаете... Но это показатель, как бы, ну, у меня вопрос не в том плане, что... А вот и у вас тоже, да, как бы логисты. А мне интересен такой показатель. Вы у вас слежили показатель количества задержек? Как показатель психотерапии? Самому собой. И боретесь с ним. Абсолютно верно. Я вам говорю, что я говорю, что я говорю. Я говорю для зрителей о том, что вот эти KPI, они необходимы, причем KPI там, где клиент недоволен, они гораздо важнее, чем KPI вашей рентабельности. Потому что недовольный клиент является вашим убытком. Причем убытком не только сегодня, но и убыток в перспективе. Ну, если мы будем говорить о клиент-ориентированности, мы, так случайно, затронем эту тему. Вы знаете, я приведу один очень простой пример. Команда топ-менеджмента Е5 не очень велика. Это считанное количество человек. А при этом каждый директор компании ежедневно читает все жалобы клиентов. Которые приходят по разным каналам. Есть электронный адрес, на который клиенты пишут письма. И есть колл-центр, который фиксирует все обращения по телефону. И это тоже приходит в виде электронной почты. И, вы знаете, ну очень такой простой показатель. У школы, у генерального директора компании достаточно времени для того, чтобы читать все обращения клиентов. Ну, наверное, их не очень много. Если мы говорим о жалобах. Ну, если читать все прям. Абсолютно. То есть это прибутобенность. Я вам больше скажу, он отвечает на многие. Я отвечаю на отличные обращения, да. Ну, это показатель, конечно. Нет, просто вопрос клиент-ориентированности стоит абсолютно во главе угла в нашей карме. То есть, понимаете, нарастить клиентскую базу и потерять ее на следующий день, наверное, задача нехитрая и легко реализуемая. Ну, не испытывая, имея какой-то там ресурс и включая. Просто мы не считаем, что это эффективное расходование такого ресурса. Мы привлекаем клиентов, да, тем или иными способами. Существует масса маркетинговых механизмов, которые мы используем. Но основная задача для нас, это клиентов не просто привлечь, а клиентов сохранить. Доля повторных заказов растет в нашем проекте ежедневно. А доставка у нас всегда до места жилья, до квартиры, до дверей или нет? Вы знаете, такой способ доставки у нас возможен. Он не является приоритетом для нас. Он не является, так скажем, самым дешевым для покупателя. То есть мы, естественно, предлагаем такую услугу, но это скорее как премиальный сервис для клиентов, который по каким-то причинам предпочитает курьерскую доставку. Основной канал доставки наших товаров, это самовыпус из одного из магазинов наших родичностей. То есть ближайший магазин к человеку, да? Ну, там, где ему удобно, естественно. Товар в магазине будет ждать нашего клиента как минимум неделю. Понятно. Пока вопрос, как бы горячее. Сколько покупателей сегодня у Е5? Вот если бы сказали, что по половине аудитории, это порядка полутора миллиона человек, целевая аудитория. То есть те, кто сегодня могут купить в интернете, то есть 30 миллионов в день пополам, 1-10 процентов, получается 1,5 миллиона. Сколько сегодня уже покупателей, если не секрет? Ну, как я уже говорил, порядка 150 тысяч посетителей в день. Знаете, тысячи заказов в день, это хороший результат. Тысячи? Тысячи. Это не 10, но это уже далеко не одна. Ну да, тысячи заказов, это хороший результат, для кого угодно. Даже для компании, которая является интернет-сталон заказов, для такой большой компании, как X5. Хорошо. Такой вопрос. Теперь у меня несколько вопросов, которые касаются уже взаимодействия со внешним миром. Первое. Каким образом устроилась ценовая политика Е5? То есть этот дискаунтер или вы чем-то другим берете? Не в своем случае. На что ориентировались при поставлении цены на товары в свой магазин? Толи заказов. Вы знаете, мы оцениваем конкурентную среду, само собой, Ну, очевидно, что магазин, который предлагает более 420 тысяч товаров в своем состоянии... Может, 420 тысяч? 428 по состоянию на вчера, насколько я помню. Ну, так, когда мы с вами разговаривали, на прошлом неделе было 418. Растел? Да. Ну, работа с ассортиментом... То есть планируете все 4 миллиона, которые есть на рынке, все 4 миллиона поставить в интернет-магазин? Ну, есть определенные ограничения. В общем-то, мы пока, по крайней мере, не готовы заниматься крупногабаритными товарами. Коль скоро основной канал доставки, это самовылаз из магазина, есть очень простое ограничение. Любой товар, который мы продаем, должен помещаться в... Ну, а кольецкая доставка? Не самый простой способ продавать товар, ограничивая способы доставки товара. То есть, есть такие интернет-проекты, они всегда вызывали у меня некоторые недоумения. Когда, вот, товар вроде бы есть, и вот я его пытаюсь заказать, и тут мне рассказывают, нет, дорогой друг, таким способом доставки ты этот товар не получишь, выбери что-нибудь другое, например, подороже. Отталкивай. Ну, понятно. Мы продаем то, что можем доставить любым из используемых нам способов. То есть товар должен быть одинаковым, иметь возможность быть доставленным и через магазин, и через пурьер? Да, конечно. То есть, если он через магазин не может быть доставлен, то и пурьер его тоже не привезет? Ну, значит, его нет в нашем ассортименте, на самом деле. Так вот, собственно, имея такой товарный ассортимент, конкурентов у нас очень много. Есть нишевые игроки, на которых мы внимательно смотрим. Есть интернет-гипермаркеты, которые работают с аналогичным товарным предложением. Есть то, что называется серые игроки, которых масса на рынке товаров электроника. Ну, да. Собственно, наша задача при выстраивании ценовой политики в любой товарной категории, что называется, быть в рынке. То есть, мы не стремимся быть дешевле всех, в то же время мы не стремимся зарабатывать какие-то безумные прибыли, занимаясь безбашенным ценнообразованием, предлагая товары по... На ценах 1000%. Ну, так, на рынке критерийных продаж вообще мало кто делает, 2000%. Ну, это я так, вот, не лично. В 21-й Е, 50-й. Какой вопрос, а по каким критериям отбираете поставщиков товара? То есть, кто может стать поставщиком товара для Е5? Любой легальный продавец легальных качественных товаров, который будет готов согласиться на базовые позиции устроения сотрудничества и, собственно, ассортимент, который у нас заинтересует. Разумеет какие, если не секрет? Ну, просто, не в этой цифре, а просто, ну... Нет, ну, там, в общем-то, делать не в цифрах, а в деталях. На сегодняшний день проект Е5 имеет пока 11 распределительный центр. Он находится в Московской области. Соответственно, очевидно, что любой поставщик, который с нами начинает сотрудничать, подписывается уж как минимум под то, что готов доставлять в этот распределительный центр. Свои товары. Есть определенные критерии, касающиеся, ну, некоторой предпродажной подготовки товара. Знаете, мы не работаем с товаром без упаковки. Коль скоро мы доставляем товары дистанционно, но мы заботимся об их внешнем мире. У товара должно быть индивидуальной упаковкой. Как правило, это условие должно быть нескольким. Основные требования – это технические и технологические требования, которые связаны с примещением товаров с работой с ними. Ну, есть определенные коммерческие условия, на которых мы настаиваем. И которых, ну, как правило, достигаем. Ну, на Катеринске говорили о том, что, ну, скажем так, у басочек платежа, что чем больше срочка, тем больше шансов товара попасть в хиты продажи. Знаете, вот не так плохо. Вернемся на пару ваших вопросов назад и к вопросу по поводу скорости доставки. Ну, очевидно, что товар, который уже есть в наличии на складе, а не тот, который доступен в прайс-вести поставщика, будет пользоваться большим способом. Ну, это абсолютно естественный процесс. Ну, понятно, потому что, когда есть такая волшебная надпись «Товар на складе», на нее нажать можно в 10 раз вероятнее, чем товар через 5 недель появится на складе. Абсолютно верно. Ну, очевидно, что товары в наличии, ну, не могут быть предоплачены, ну, скажем так. Ну, понятно. То есть, все-таки поддержание существенного товарного запаса, а на сегодняшний день это более 80%, есть 428 тысяч товаров. Есть 428 тысяч единиц товара. Более 80% находятся в наличии на складе. Ну, так, это не мало. Соглашусь. Да, это очень много. Ну, на самом деле, среднее количество штук на каждую товарную позицию, оно меньше двух. Ну, и меньше двух дезампляров. То есть, мы, понимаете, мы не строим интернет-проект, который будет десятками тысяч продавать какие-то хитовые товарные позиции. Это немножко не наш бизнес. Мы работаем с тем, что принято называть длинный хвост. То есть, мы предлагаем широкий ассортимент позиций, каждый из которых имеет, ну, какую-то свою скорость продаж. У кого-то она, там, может быть, десятки штук в неделю, у кого-то одна штука в месяц, может быть, даже меньше, чем одна штука в месяц. Есть позиции, которые продаются по одной штуке в год. Ну, я понял, что длинный хвост, там, где можно и работать спокойнее, зарабатывать больше, что на хитах, на которых все ориентируются на друга, цену сбрасывают, акции делают. Абсолютно понятно. Это же является основным нашим логистическим требованием к нашему поставщику, что если компания имеет желание работать с проектом Е5, это значит, что компания должна уметь обрабатывать широкую ассортиментную матрицу с малым количеством каждого наименового дня. Такой вопрос, конечно, я думаю, он всех будет интересовать. Е5 пользуется закупочной силой X5? Ну, было бы глупо не пользоваться закупочной силой нашего старшего партнера. На самом деле, мне ваш вопрос не очень понравился, сейчас объясню, почему. Понимаете, не совсем корректно противопоставлять Е5 и X5. Мы не друзья X5, мы не партнеры X5, мы не, не дай бог, враги или конкуренты X5 Retail Group, мы элементы X5. То есть, каждый контрагент, который заключает договор с нами, на самом деле становится поставщиком X5 Retail Group. Соответственно, все то, что представляет собой некие корпоративные ценности взаимодействия с контрагентами, которые существуют в X5, они в той или иной степени, а вот на самом деле, процентов на стол, так или иначе скопированные на наш проект. То есть, ну, не может быть такого, что... Это понятно, с подразделения X5. Я издал вопрос, но я понимаю, что мы уже это обсуждали до начала съемки. Просто работа такая. Вот, и соответственно, вопрос в чем? Соответственно, каким... Если E5 является частью X5, договор, соответственно, как компания-поставщик заключает фактически с компанией X5, да, то вот, каким образом, например, компания, которая мечтает попасть на полке X5, каким образом она может попасть через E5 на полке X5? Что для этого она должна сделать? Каким он, какой он должна быть? То есть, что, какие показатели? И все, в принципе, это возможно. Что касается пути на полку одного из наших форматов через интернет-магазин, путь такой естественно существует. Мы не паразитируем на розничной сети. Мы являемся одним из элементов холдинг. У вас, как бы, ассортимента побольше? Да, разумеется. Чем у любого авторитета. Так, тем самым, мы предоставляем возможность коммерсантам X5 Retail Group тестировать какие-то ассортиментные позиции. Но речь идет о том, что результаты мониторинга продаж интернет-магазина, они так или иначе оказываются у коммерсантов наших розничных сетей и решение о том, что какой-то товар, который отсутствует в ассортиментной матрице розницы, но хорошо продается через интернет-магазин, может быть принято в любом моменте. Понятно. Сегодня появилась тенденция, когда производители начинают создавать свои интернет-магазины для того, чтобы каким-то образом продавать товар, минуя розничные полки. Такой вопрос, ваше мнение, насколько это целесообразно, какие перспективы у таких проектов? И вот вообще, стоит ли делать или лучше пользоваться такими профессиональными уже игроками, как ваш магазин, как магазин ваших конкурентов? Ну, смотрите, здесь ситуация такая. Как вы совершенно справедливо только что заметили, вопрос использования определенных инструментов продвижения в количестве инструментов конечных. Нельзя бесконечно снижать цену, нельзя бесконечно наращивать расходы на маркетинг. То есть, в какой-то момент любой проект, каким бы товаром он не занимался, упрелся в ситуацию максимума своих возможностей. То есть, есть какой-то товар, на него уже установлена минимальная цена, на него уже затрачиваем на маркетинг все, что можно. И как только таких товаров становятся два у разных игроков, клиент будет выбирать качество сервиса. Ну, когда выбирать больше не из чего, остается только качество сервиса. Я, честно говоря, далек от ощущения, что производитель, который занимается нишевыми товарами, готов выдержать на высоком уровне конкуренцию в части логистических сервисов. Ну, собственно, все, и всего же с этим не связано. Ну, в общем, да. Понятно. Такой еще вопрос традиционный, да, мы раздаем всем нашим гостям. Как в ближайшие пять лет развитие интернет-розницы, как она повлияет на остальное ритейл? Ну, интернет-продажи не убьют оффлайновый ритейл. Через пять лет, по крайней мере, точно. Очевидно, что в ближайшие пять лет оффлайновые ритейлеры будут вкладывать существенные ресурсы в развитие своих интернет-представительств. Очевидно, что вырастет конкуренция между этими игроками. Совершенно очевидно, что внутри каждого такого проекта появятся... И такие проекты уже сегодня существуют, они нам с вами хорошо известны. Появится определенный элемент внутренней конкуренции, потому что все больше и больше пересекающихся ассортиментных позиций будут продаваться как в розницу, так и через интернет. Здесь дело даже не в какой-то внутренней конкуренции. Знаете, это скорее удобство для поставщиков. Когда поставщик поставляет в холдинг вот такой вот ассортимент, при этом вот такая вот часть этого ассортимента продается через все каналы продаж, который используется в холдинге, ну, для любого поставщика это удобно. Вот какой-то кусок своих продуктов он поставляет в рамках технологии «Длинный хвост» в малом количестве каждого экземпляра, а какой-то кусок поставляет тысячами экземпляров на такой же сторону. Я прогнозирую на ближайшие 5 лет принципиальный пересмотр отношения к качеству продаваемого через интернет-продукты. И я думаю, что интернет-торговцы именно на это будут в первую очередь обращать все больше и больше внимания. Особенно это касается, наверное, продажи продуктов через сферы. Сейчас не так много игроков рынка этим занимаются, и это то, что будет иметь спрос у клиентской аудитории в поддержании декларируемых стандартов качества. Вы знаете, на том форуме, где я выступал, который вы вспоминали, я говорил и до сих пор, я думаю, что и через 5 лет буду придерживаться этого убеждения, что на самом деле назовите мне товар, который нельзя продать через интернет. По-хорошему, ассортиментных ограничений в сети их не существует совсем. Есть разумные ограничения, которые обусловлены действующим законодательством, мы всегда их придерживаемся. Но реальных барьеров для клиента, для покупки товара через интернет становится все меньше и меньше. Мне, например, лично для себя сейчас довольно трудно представить любой движимый предмет, который я не готов покупать онлайн. Даже автомобиль сейчас можно покупать. Есть специальная программа, которая показывает... Ну, человек садится автомобиль, и вот он голову как крутит, так он все и видит. Абсолютно. Ну, через интернет, там не те ощущения тест-драйва автомобиля, и все... Нет, тест-драйва не получишь, как бы, но тем не менее, все остальное, все, что можно увидеть, уже можно получить. Абсолютно верно. Хорошо, Алексей, большое вам спасибо. Спасибо вам. Я хотел бы, пользуясь случаем перед камерой, попросить вас прийти к нам через год, для того, чтобы мы снова поговорили о том, как развивается проект. Потому что сегодня 8 месяцев, когда я вам буду, 20 месяцев, будет очень интересно поговорить, чтобы понять, что изменилось, кстати, и с точки зрения рынка, и с точки зрения вашего проекта. Пётр, я с большим удовольствием заранее принимаю ваше приглашение. Мы обязательно вспомним мои сегодняшние ответы. Прогнозы, которые сбудутся или не сбудутся, какие новые интересные продукты появятся в сети. Посмотрим на тренды. Здорово, интересно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.